здравствуйте с вами Алла Дворецкова это передача о мелочах из жизни сегодня у нас очень полезная тема мошенничество по телефону и как от этого защититься у меня в гостях Светлана Анфимова психолог и гипнолог а также начальник отдела по противодействию преступлениям совершенным с использованием информационно-телекоммуникационных технологий управления уголовного розыска УМВД России по Ульяновской области подполковник Иван Михайлович Фирулев Иван первый вопрос у меня будет к вам есть ли какая-либо статистика телефонных мошенничеств по нашему региону в первую очередь хочу поблагодарить вас за предоставленную возможность принять участие в этой передаче еще раз донести информацию до наших жителей об актуальных схемах мошенничества а также наверное о схемах как бороться с ними предотвратить данные мошенничества да такая статистика имеется за пять месяцев двадцать четвертого года на территории нашего региона зарегистрировано около тысячи преступлений вот именно мошенничеств совершенным с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в прошлом году за 12 месяцев двадцать третьего года данная цифра превысила две тысячи преступлений только мошенничество именно мы здесь не говорим о кражах ну и к сожалению необходимо здесь отметить ущерб который был причинен нашим гражданам в результате мошеннических действий если за 12 месяцев двадцать третьего года от мошенников пострадал вот как я уже сказал две тысячи человек то ущерб составил 660 миллионов рублей в этом же году только за пять месяцев вот за пять месяцев текущего двадцать четвертого года наши граждане отнесли мошенникам сожалению уже сумму который приблизился к 400 тысяч миллионам значительно больше значительно поэтому это вызывает конечно же озабоченность и здесь еще необходимо говорить о том что это же не все личные накопления только граждан но они обращаются к сожалению с кредитами финансовые учреждения обременяются тем самым загонят так называемым кабалу поэтому очень актуальный наш сегодняшний выпуск светлана скажите пожалуйста почему люди попадаются на уловки мошенников в том числе те которые уже знает и слышали об этом всем и ведь как сообщили недавно сми даже глава кузоватовского района александр вильчик тоже попался на удочки мошенников и перечислил в районе двух с половиной миллионов рублей как так происходит потому что у мошенников есть четкая цель выбить человека из его привычной психологической стабильные ситуации самочувствия то есть что они делают они давят на самое больное да человек всегда боится потерять деньги боится что случится что-то с его близкими то есть это такие страхи на которые всегда будет возникать или стрессовая реакция что такое стрессовая реакция это когда у нас начинают преобладать животные инстинкты они у нас отвечают за эмоции а рациональная часть логика рассуждения какое-то обобщение систематизации и выводы эти функции отключаются и поэтому вообще вот это является основой гипноза это основа как человеку внушить что-то до вывести его из такого равновесия поэтому когда они используют в основном такие методы то человек слыша на том конце провода что у вас что-то начаться делают с вашей картой или там ваш родственник попал в беду или вот на вас висит угроза что сейчас вас посадят в тюрьму и так далее конечно первая реакция она будет же как у животного что какая-то идет большая угроза и опасность и все в этот момент дальше уже мошенник действует так что он дает инструкцию к тому что дальше человек должен делать то есть как только он еще и например представился сотрудником правоохранительных органов или сотрудником банка то конечно же сразу включается доверие особенно если человек пожилой привыкший доверять органам государственной власти то он готов выполнять все что ему говорят и вот это вот наверное пауза которая возникает как замешательство у человека который вот мозг еще выбирает как реагировать что сейчас делать вот в этот момент сознание уровень контроля снижается бессознательно и открыто и мошенники именно в это окно начинают вылезать и говорить так вы сейчас трубку не кладите давайте мы сейчас с вами вместе посмотрим вы там достаньте договор который нужен или вот вы там посмотрите у вас карта то на месте или нет давайте мы сейчас с вами все все исправим и в принципе человек этот момент становится как робот и выполняет все инструкции которые нужны мошеннику и в основном категории граждан которая подлежит этому да это люди которые например живут в одиночестве им не с кем посоветоваться или это пожилые люди которые ну вообще очень и так уже запуганы это могут быть люди которые не осведомлены о том что сейчас происходит несмотря на то что уже из каждого угла этой информации идет тем не менее остаются люди которые у которых на телевизор у дома у них образ жизни такой они не смотрят радио не слушают ничего них один телефон только есть и это как бы связь с миром вот поэтому и да даже люди которые знают об этом на это попадаются почему потому что вообще-то весь наш образ жизни это стресс мы живем в мире в котором общая тенденция страха мы запуганы всем и поэтому очень тонкая грань вот в нашем состоянии психологическом и легко вы вышибить из колеи спасибо большое иван скажите пожалуйста какие способы обмана существуют наверно остановлюсь на самых актуальных только потому что если перечислять все просто нас не хватит эфирного времени но самое актуальное которое уже неоднократно озвучил средствах массовых информации также уже снята ни один сюжет ни один ролик это все тот же пресловутый сотрудник служб безопасности который к сожалению еще и подкрепили мошенники сотрудникам правоохранительного органа в том числе министерства внутренних дел либо других силовых ведомств на при этом также в эту же схему добавили сотрудники которые оказывают государственные услуги поэтому звонок все также остался банальным звонят сообщает о том что какие-то возникли проблемы по счету либо кто-то пришел с доверенностью в банк от вашего имени пытается оформить на вас либо кредита либо снять ваши денежные средства ваше накопление либо вот во время начала и проведения специальной военной операции участили случай когда вот псевдо правоохранитель сотрудник правоохранительных органов убеждает свою потенциальную жертву о том что всего счетов происходит финансирование экстремистских террористических организаций которые находятся за пределами российской федерации и тем самым угрожают привлечению к уголовной ответственности сказать говорят что будут последствия после этого но если действительно это делаете не вы вы останетесь в статусе свидетеля мы дело как прекратим но надо попробовать обезопасить ваши денежные средства и перевести их на так называемые безопасные счета который просто не существует сколько мы общаемся с представителя кредитных финансовых учреждений но нет таких счетов нету небезопасность счетов не тем более каких-либо ячеек на которые надо временно положить денежные средства еще даже к этой схеме добавилось такое на мой взгляд актуальный сегодня тоже обсуждали перед эфиром это когда руководитель перед этим пишет смс-сообщение либо в мессенджере какое-то сообщение про якобы руководить якобы руководитель до и либо от лица руководить лицо и сообщает о том что да сейчас вам поступит звонок как правило из каких-то очень секретных или силовых ведомств как сотрудник фсб например ну как пример да и обязательно с ним надо переговорить в оказать ему помощь в решении каких-либо вопросов но ни в коем случае данную информацию не говорить ни своим коллегам желательно выйти даже из кабинета ни в коем случае не родственникам вот когда ситуация решится тогда можно будет это уже озвучить еще одна на мой взгляд самая актуальная тема она наверное середины 23 года стала актуальной это звонок а так называемую оператора вашего оператора сотовой связи по двум сценариям данная схема мошенничество развивается это как правило в первую очередь спрашивают ваши полные анкетные данные их надо подтвердить якобы стек договор истекает договор по оказанию услуг связи человек не задумывается просто диктует это диктует свои паспортные данные второе как правило их условие это срок договора именно по сим-карте либо по абонентскому номеру здесь намного проще мошенники просто подключает к личному кабинет присылает коды и просит человека их назвать то есть вот это самая такая актуальная схема мошенник буквально ежедневно мы с ней сталкиваемся в каждых суточных сводках она присутствует и похищаются денежные средства со счетов наших граждан хотя бы наверно еще остановиться на такой схеме она больше даже не мошенничество наверно телефонная как кража со счета люди не обращают внимание на некоторые вещи это когда вот при отключении своего абонентского номера ну и перегистрации или переходим к другому оператор связи забывает отключить услугу мобильный банк то есть она остается так скажем привязаны к своим картам счетам и впоследствии попадает в пользование уже третьих лиц которые используя эту услугу совершает уже хищение денежных средств счетов как раз потерпевший поэтому даже сейчас бы хотел предупредить наши граждане о том что если действительно вы собрались ну наверное какие-то менять абонентские номера свои сим-карты то необходимо прийти к своему оператору во вторых к своему в банк обратиться свой банк да и отключить эту услугу все это как бы обезопасит ваши счета и оставит ваше накопление в целости и сохранности вот это самое распространенное но не теряет актуальность это инвестиции сожалению вкладывают миллионы причем семьями семьями друзьями потому что убеждают близкие знакомых сами не получили еще никаких дивидендов но уже объясняет что это очень прибыльно тоже неоднократно в семье указывались и такие схемы мошенничества как поставление всеразличных лайков это оценка отелей там и либо покупка товаров и за это казалось бы за незначительную работу обещают большие проценты 20 процентов от стоимости товара конечно это уже настораживает что это скорее всего мошенническая схема но и теряет актуальность конечно же всем известное как родственник попал дтп когда у бабушек у дедушек забирают денежные средства приезжать так называют курьеры оставляют их без накоплений я считаю самые основные на данный момент мошенничества спасибо можно я добавлю как раз по поводу родственников что целыми семьями отдают да это большой вопрос что мы доверяем своему окружению и дело в том что иногда сами мошенники втираются в доверие сначала знакомись с человеком узнавая о нем информации как можно больше а психологически мы склонны доверять тому кто владеет информацией о нас нам как бы кажется уже что это хороший человек раз он нами так интересуется и поэтому мы доверяем и нужно следить за тем какое окружение вокруг вас с кем вы контактируете что это за человек почему вы так ему доверяете и помнить о том что даже наши близкие родственники они тоже могут ошибаться и друзья наши тоже могут ошибаться поэтому лишний раз перепроверять и анализировать какой информации о себе я делюсь даже многие рассказывают а у меня вот такие сбережения такие то есть есть вещи которые должны быть вообще только вашими личными без распространения это защитит да спасибо большое светлана вот возможно ли себя как-то психологически настроить натренировать чтобы при возможной такой подобной ситуации не попасться не попасться вот на эти уловки и под влияние ну наверное вот совсем чтобы было стопроцентной гарантии что я себя могу от этого защитить никто не может такой гарантии дать потому что у нас бывают разные обстоятельства у нас мошенник может позвонить именно в ситуацию когда у тебя трудность какая-то возникла или что-то экстренное ты вот в замешательстве поэтому у каждого это может быть тренировать свою стрессоустойчивость до полезно но ошибки тоже могут быть наверное я скажу так если вам позвонили вот то что должно быть как какой чинаш внутри до запомнить одно слово пауза то есть нужно взять паузу потому что как я говорила о мошенника задача влезть в окно пока вы в замешательстве и вот это окно это момент когда вы из состояния животного должны войти в состояние разумного человека и вот чтобы вернуть себе разумность во первых есть стоп фраза который мы можем говорить и я вам перезвоню мне нужно посоветоваться либо в любом случае номер телефона то остается да и вы можете там перепроверить или еще что-то за это время сделать или перезвонить родственник но кстати телефонные номера тоже подделывают вот это очень легко конечно конечно но уж если кто-то вот думает что вдруг это действительно был бы тот важный человек но тогда вы ему перезвонить и вы на него же попадете да вот поэтому здесь нам важно значит взять паузу и чтобы вернуть себя в рациональное можно просто вспомнить о том задать себе вопрос а что я делал вчера вечером память нужно включить память о том что я делал в предыдущие дни это уже приводит мозг сознание контроля и в состоянии логики а именно в этом состоянии мы способны хоть как-то но какое-то разумное решение принять хотя бы уже кому-то позвонить или посоветоваться вот поэтому можно там подышать да ну как вот есть я когда ты злишься там закрой все в ванной да и сделай до считать до 10 просто подыши просто посмотри где ты находишься и начинай описывать предметы которые вокруг тебя это стол это стул это все для того чтобы вернуть себя из этого шокового состояния вот в присутствии в данный момент то есть вот эти способы они могут помочь спасибо большое иван скажите как себя вести во время телефонного разговора что можно говорить что нельзя говорить ведь очень часто поступает реальные звонки например от тех же банков во всех случаях я сразу говорю прекратите общение уже сейчас на эту тему мы начали вести разговор прекратите общение обдумайтесь обдумайте кто звонит по какому поводу звонит какие вам вопросы задают наберите тому человеку от чего им не представляется псевдо там сотрудник правоохранительных органов ничего страшного даже если он будет представляться сотрудником с мвд с москвы набрать просто в дежурную часть по 02-119 либо рассказать родственникам они более трезво оценят эту ситуацию и посоветую что нужно сделать поэтому не стесняться задавать эти вопросы самому себе либо прекратить общение но если даже вас убедили и сказали что за это за то что вы прекратите общение вам грозит какая-то ответственность сейчас к вам приедут будут проводить обыск вы лишите всех своих денежных средств и плюс будет привлечены к ответственности вы продолжаете общение то необходимо в этой ситуации даже если вы пришли в банк взяли денежные средства и они уже у вас на руках но еще куда безопаснее может быть они уже находятся у вас в руках не надо никаких ячеек не надо никаких безопасных счетов все они находятся на руках это самое безопасное место поэтому ну да я вот буквально несколько дней назад смотрел ролик когда мужчина общался с мошенником да у него я так понимаю сильной воли и он смог совладать с собой и начал задавать проекционный вопрос в том числе согласился с тем что да я поеду в банк сейчас сниму денежные средства либо оформу кредит и так скажем водил за нос мошенника полтора часа после этого он сказал что да нет я не был ни в каком банке но твое время отнял то есть твои полтора часа ожидал не смог за это время обмануть другие других да поэтому это не каждому же опять же дано кто-то не задаст право на сотрудник правоохранительных органов такие вопросы в каком вызвании кто у вас руководитель какого у вас адрес сожалению эти вопросы потерпевшие задают уже позже когда стали жертвами мошенник когда к ним приезжают реальные полицейские которые собирают материал отбирают у них заявление проводят следственные действия вот иван а вообще могут ли сотрудники правоохранительных органов и именно звонить по телефону мне кажется мы еще воспитаны так когда на какую-то уведомительное письмо должно быть поступить как это все должно происходить по телефону могут звонить могут и звонят но в любом случае даже если это настоящий сотрудник проконтурно я считаю что необходимо попросить чтобы приехали привезли повестку официально вручили что был сотрудник правоохранительных с ним познакомиться попросить его предъявить документы сейчас даже мошенники изобрели уже и схему вот когда правоохранительные органы звонят даже выходит на видеосвязь где действительно сидит сотрудник как кажется потерпевшим полиции там или других силовых ведомств и у него символика флаг герб российской федерации каких-либо правоохранительных органов присылает удостоверение о том что является сотрудником полиции либо очень модно одно время у них было присылать удостоверение сотрудников центрального банка да это наверное вызывает определенное доверие наши грамм поэтому лучше дождаться когда приедет настоящий полицейский и спросить у до повод которым вызывает либо на месте попросить провести с ним следственное действие тоже возможно ну а если из банка звонят но если у человека не было необходимости с какой-то просьбой или с каким-то предложением обратиться в банк но и смысл на нее реагировать просто позвонить своему что они должны говорить паспортные данные мне не сообщает никому ни в коем случае даже если это будет настоящий полицейский ни в коем случае не паспорт никакой статьи за это нет если люди вдруг боятся нет никакой статьи за это и в то же время не тоже не только даже паспортные данные и коды которые приходят в смс-сообщениях тоже ни в коем случае не надо как бы их не называли что это для доступа это для подтверждения каких-то данных нет это коды скорее всего либо подключение к вашим личному кабинету либо списание с вашей банковской карты либо подключение к государственным услугам где можно оформить свободно микрозаймы гражданин это нет никакую конфиденциальную информацию о себе у сотрудников банка она уже есть и ничего подтверждать не надо если полицейский вам звонит он наверное звонит уже потому что он знает ваши полные и вызывает по какому-то конкретному поводу и скорее всего гражданин осведомлен об этом почему его могут вызвать хотя мы встречаемся и вот как я уже говорил с тем что действительно потерпевшие стали жертвами но настоящим полицейским уже сведений сообщает в это такое светлана вот как себя успокоить пострадавшим от мошенников и если эта грань когда человек может сам прийти в себя а когда уже нужно обратиться к психологу или к психиатру да такое тоже бывает да ну во первых если это произошло здесь конечно и психолога и психологический философский вопрос сосредоточить внимание на том а что удалось сохранить не на том что я потерял а что я сохранил как правило потери денежных средств идет да ну хорошо что у меня осталось квартира осталось там здоровье вообще в конце концов у меня сохранена жизнь и пока мы живы мы имеем возможность много чего возместить у наших родственников близких появляется возможность проявить лучшие качества своей души и нам помочь и поддержать и может быть мы увидим что мир то на самом деле не такой уж и страшный а вот до трагедии такая произошла но зато она нас сплотила и я как-то увидел что-то хорошее вокруг все равно нам необходимо видеть во тьме какой-то весочек света да иначе мы не выживем и вот и конечно если после таких событий сохраняется тревожность становится появляются навязчивые мысли бессонница человек уже чувствует что какие-то панические атаки возникают но там где он не может справиться самостоятельно протяжении какого времени это может быть ну на протяжении там трех-четырех недель вот я бы так сказал после таких это после господи посттравматическое стрессовое расстройство называется вот поэтому обычно она как раз где-то у нас через три-четыре недели дает вот такой всплеск начал человек в шоке а потом он выходит и мы получаем вот такой сбой но ведь денег то уже нет с чем обращаться к психологу есть может быть бесплатный у нас у нас есть у нас есть центр психологической помощи семья на улице ленина там оказывается помощь бесплатно у нас есть круглосуточный телефон доверия можете озвучить логический на память к сожалению мы ошибиться с цифрой да и есть специалисты которые работают при поликлиниках и обязательно если какие-то симптомы сохраняются и они не носят психологического характера например это какие-то уже галлюцинации навязчивые расстройства то тогда надо обращаться к психиатру вот который тоже может назначить лечение и помочь быстро восстановиться в общем нерешаемых случаев нет они все решаем и главное это обращаться за помощью не стесняться да как вы говорили спасибо большое иван скажите какие действия нужно предпринять уже обманутым куда идти куда звонить и вообще удается ли раскрыть подобные преступления в первую очередь конечно же обратиться в полицию в руководительные органы если рядом пункт полиции есть обратиться туда это какой-то либо в отдел польга 02 можно в любой до позвонить любой территориальный орган следственно оперативной группы приедет либо обратиться в дежурную часть по месту проживания если рядом находится территориальный орган внутренних дел по номер 112 можно обратиться также ну и в первую очередь ничего не удалять все что вам передавали мошенники может быть важно потом в доказывание их умысла и вины они же заставляют как выкинуть чеки до после проведения оплаты удалить смс-сообщение которые с помощью которых происходило общение в некоторых службе даже потерпевший прописывает голос мошенника у кого-то автоматически это стоит кто-то уже прописывает после необходимо эту информацию передать правоохранительные органы чтобы впоследствии уже попробовать установить преступников вот но насчет раскрытия данных преступлений да у нас с начала этого года за 5 месяцев 24 года приучено к ответственности более 150 лиц за хищение вот именно денежных средств граждан путем мошенничества и краж вызывает определенную трудность данные преступления так как мошенники как правило находятся за пределами нашего региона в некоторых случаях за пределами российской федерации в основном уголовная ответственность привлекаются участники это те кто как я уже говорил к бабушкам приходит в качестве курьеров забирают денежные средства они наравне с тем не привлекать кто и звонит по телефону либо тех кто обналичивает денежные средства полученные похищены похищенные и пи которые переведены на банковские карты также привлекаются уголовная ответственность здесь хотелось бы предупредить наверное чтобы люди бездумно не оформляли на себя банковские карты и не передавали третьим лицам то же самое касается и абонентских номеров которые за определенную плату через сети интернет в различных мессенджер продают по 5-3 тысячи рублей неизвестным лицам здесь хотел бы обратить внимание на то что в гражданском порядке каждый потерпевший может обратиться в суд согласно статьи 1102 гражданского кодекса это обязанность возвратить неосновательное обогащение то есть по месту жительства лица на чей счет переведены денежные средства эту информацию потерпевший может узнать у сотрудник правоохранительных органов но в частности у следователь кто занимается данным угомон делал я знаю что есть прецеденты когда действительно закон обязывал данных лиц возместить ущерб потерпевшим да наверное не во всех случаях но это как один акции есть да такая практика есть одна из формы возможности вернуть свои денежные средства спасибо спасибо большое я надеюсь что этот эфир был вам полезен и вы никогда не попадетесь на уловки и мошенников и конечно же смотрите наши выпуски на ульяновской правде пока пока до новых встреч у и Субтитры создавал DimaTorzok